Итак, всем привет и добро пожаловать на мой канал Аленка М. И как видите, сзади меня находятся два чемодана. И сейчас я буду вместе с вами их собирать. Я улетаю в Анталию, и мне нужно максимально собрать с собой вещи примерно где-то на месяц, в 5, ну в общем на полгода. Поэтому сейчас беру самое необходимое, то что мне точно нужно будет. И уже первый мой чемодан полетел на 7 килограмм, точнее сумка. И поверьте, вещи там только, там только вещи на 7 килограмм. И теперь мне нужно на 20 килограмм один собрать чемодан, и один собрать чемодан на 8 хотя бы. И я хочу по-максимальному так сделать, чтобы я ничего с собой в руках нанесла. Потому что каждый год моя система все равно приводит к тому, что я с собой все равно беру кучу еще пакетов, каких-то сумок, на себя кучу сумок. И я уже так от этого устала. Когда обратно я возвращаюсь, конечно, на Украину, вы не представляете, если вы видели, с какими сумками я приезжаю, такое чувство, что я первый и последний раз лечу. Поэтому если вам интересно видео такого формата, оставайтесь со мной и смотрим дальше. Сейчас в комнате такой небольшой хаус. Каждый раз я пытаюсь как-то правильно собрать чемодан, но у меня это вообще не получается. У меня есть какая-то своя система, которая, возможно, даже и неправильная, но я все равно стараюсь это все сделать. Поверьте, на полгода взять вещи и все их запхнуть, это просто нереально. То есть, если вы сейчас надеетесь увидеть у меня супер что-то идеальное, нет. Плюс я еще хотела с вами поделиться, точнее у вас спросить, как вы относитесь к чемоданам, которые пластиковые. Но не именно пластик, а которые силиконовые. Напишите мне, пожалуйста, как вы к ним относитесь, если они у вас, на самом деле они прочные, и стоит ли отдавать столько денег за них. Я очень хочу уже сменить чемоданы, поэтому вот у вас спрашиваю вашего совета. Все-таки вы у меня все продвинутые, я об этом уверена. И у многих по-любому они должны быть, либо были и знают уже, насколько они прочные. Примерно килограмм восемь у меня займет мой чемодан маленький, я хочу собрать первое. И второе, большое, в основном здесь у меня будут лежать в этот раз. Мне немного уже вещей осталось. У меня, поверьте, у меня еще в Анталии есть вещи, есть у бывшего мужа. Там вообще полквартиры, поэтому сейчас я беру, которые у меня остались здесь дома, которые я оставила на первое время. Плюс еще у меня чемодан, который я отдала подружке, я потом у нее заберу, которая уже улетела. И поэтому мне сейчас надо так все сорганизовать. Большой чемодан, который я буду отдавать в багажный отсек, я хочу сюда сложить сразу же все мои нарыльные принадлежности. Они самые тяжелые, это шампунь, кондиционер, молочко, тоники и все-все у меня большими багажами. Я сразу большие взяла. И сюда, чтобы были полегче одежда, это я сюда буду складывать в маленький чемодан ручной кладель. Мне как раз не так будет тяжело его нести, и вещи все-таки легче, и они не настолько многое займут у меня места. И их пропустят у меня, и у меня не будет потом проблем. Первое, что я буду уложить в маленький чемодан, это вот такая вот у меня пижамка. У меня здесь есть отсеки. Я сюда укладываю, там где есть у нас место, я их складываю. Следующая футболка. Это я, чтобы по дому ходила. Она мне пригодится. Так, спортивный костюм с собой обязательно беру. Я хочу постараться делать тренировки минимум дома, а максимум выходной день выходить в парк. На пляж идти либо быстрым шагом, либо бег, либо велосипед и на пляж. Это, знаете, мои мечты. А там посмотрим, воплотятся ли они у меня в реальность. В большой же я сразу положу полотенце. Я всегда ложу полотенце вниз, либо наверх им укрываю. Прокладываю полотенце и дальше уже укладываю все то, что не нужно. Так, но мы сейчас здесь по-другому сделаем, чтобы у нас место не терялось. Мы так же прокладываем, так как здесь у нас есть татереечки. И нам нужно будет здесь проложить максимально и занять все-таки здесь то же место. Так, сортирую вещи, которые мне будут сразу необходимы и которые могут быть чуть попозже мне необходимы. Поэтому я еще такая простерянность. Так, туника мне нужна. Вот такая рубашка мне очень крутая от H&M. Очень она мне нравится, я в ней хожу на пляж. Мятая, правда, надо будет ее погладить обязательно. Тоже складываем. У меня нету какой-то там прям сильной системы, чтобы как-то сворачивать вещи. Я знаю, миллион раз смотрела эти видео, как правильно свернуть, чтобы там... Все мне это не получается. Все равно у меня какие-то были перевесы. Дай бог в этот раз у меня ничего такого не будет. Тоже очень классная кофточка. Потом вам покажу тоже все покупки. То есть с манго. Летние покупки я вам так ничего не показывала. У меня такие есть вещи. Вообще бомба. Но они уже все в Анталии. Так. В общем, как таковой сильной системы у меня нет. Главное все утрамбовать, чтобы оно у меня все вместилось. Еще одна моя спортивная майка. И я ее вложу в большой уже багаж. И спортивные мои еще одни штаны. Все укладываю. Джинсовая моя юбка, которую я вам показывала в прошлых видео. Обязательно я без нее никуда точно не улечу. Так. Моя кожевая юбка. Тоже вы ее видели. Но это не совсем кожа. Кожзам. Она такая тоненькая. Интересная. Так. Положим пока полотенце. Это тоже сюда положу. Нужная мне вещь. Мои джинсы. Момс. Показывала тоже вам их. Уланбирь покупала. Я их положу сюда. Да. Обычно обувь я делаю отдельные вообще. Решила взять один такой слой старочек. Может вы его помните. Прикольно. Мне он безумно нравится. Такой в пайетках. И тучка. И дождик идет. Я в H&M покупала. Вообще он очень круто смотрится. Решила взять одно такое теплое. Чтоб было. Потому что вдруг пригодится. Вдруг будет холодно. Еще такая погода. Там хоть уже и жарко, говорят все. Уже все и купаются. Но погода очень даже обманчивая. Кто-то вчера показывал, как купались. Сегодня уже вовсю в Кемере дождь идет. Обувь обычно я всегда отдельно вообще несла. Потому что у меня ее много. Всегда я ее ношу, даже ее не ложу в чемодан. Но я думаю, что в этот раз у меня получится ее сложить в чемодан. Потому что я уже, опять же повторюсь, много отдала. Одну из пар я хочу вот эти красивые взять с собой сюда. Еще у меня есть вот такие вот очень крутые. Вообще их безумно обожаю. Покупала в поло. Такие магазинчики. Опять же, я вам все потом еще отдельно видео засниму. Очень крутая покупка. Это оригинал. На них была как раз скидка. Тоже сюда я их положу. Нет, в этот пакет положу. И положу в этот тоже мой маленький чемоданчик. Потому что они мне пригодятся. Возможно, первое время. Может быть, этот чемодан я сразу его отправлю к себе домой. А с этим поеду по делам. Кроссовки беру. Кроссовки положу. Возможно, может, даже и в этот чемоданок положу. Потом буду взвешивать все. У меня еще есть напольные весы. Я буду взвешивать обязательно. Так, маленькие два полотенчика беру. Я хоть и там знаю, что я куплю. Еще с собой опять кучу привезу всего. И постельного, и полотенца. Каждый год все равно что-то везу. Не могу остановить себя. Но я в этот раз все равно возьму с собой. Пусть будут для лица мне нужны. Вот моя новая сумка, кстати. Я с ней поеду. И маленькую возьму... Какую возьму? Не знаю, что еще возьму. Наверное, свою черную зарубку. Целый пакет. Это у меня здесь нижнее белье и... Носочки. Такой внушительный пакет. И, возможно, его сюда положу. А может быть, что-то сейчас переберу. И на первое время сначала сложу в маленький пакет. Да. Я сейчас возьму какие-то вещи. В маленький пакет сложу. То, что мне нужно. Тоже мне пригодится. Сразу. Так. Носочки на всякий случай. И слипоны. Угу. И здесь у меня еще лежит часть купальника. Точнее, там он уже у меня в разнобой. Потом как-то у меня покупает. То есть, поэтому первая моя будет покупка. Это обязательно нужно купальник. Минимум один. Максимум пять. Я же в этой купальнике. Но у меня с ней потом еще какая-то проблема. Не везет мне с ней. Так. У меня косметики будет. Очень много у меня косметики. Будет с собой. Я в этом раз с собой реально много беру. Я это понимаю. Так. Еще вот такая у меня целая. Которую тоже нужно все разложить. Здесь у меня очень такая крутая косметичка от Манго. Мне она безумно нравится. Мне тоже в ней тут все собрано. Все самое важное. Так. Все с собой возьму. Это я, когда работала в Нирване, у меня такой вот бейджик был. Прикольно, правда? Работники ювелирного на турецком. И моя фотография. Оставляю всегда я себе такие вещи. А вдруг пригодится. Так. Всякие зарядные нужно взять. Все-все-все. Очки с собой беру. В этот раз я беру с собой три пары, по-моему, очков. Такие вот. У меня что-то уже крутые новые покупала. В оригинале это итальянская фирма. Сейчас скажу вам. Ретро. Реально они прикольные. Как вам? Прикольно, правда? Мне очень нравится. У меня всегда, когда покупаю очки, всегда прошу еще разных таких этих, чтобы протирать в оптике. Кстати, вот М-Оптик. Где я покупаю в Турции очки. Они там все в оригинале. Но я, конечно же, выжидаю, как правильный покупатель, скидки. Потому что те модели, которые мне нравятся, они дорогие. Это понятное дело. И я всегда стараюсь ждать скидки. Потому что потом обидно, когда ты покупаешь в два-три раза дешевле. И вам советую тоже выждать. Так. Мое зарядное на камеру. Это я возьму с собой в эту сумку. Потому что вдруг я буду много снимать и мне пригодится. Камеру тоже в эту сумку положу. И вот еще одна у меня такая маленькая сумочка. Еще мои одни очки. Это Густа. Мои любимые тоже. Синие такие прикольные. Черепаха. Тоже их беру с собой. Очки, конечно же, я положу все, наверное, с собой в сумку. В ручной кладе. Может, потом их, если что, перевожу в свой маленький чемодан. В ручной кладе. Когда везти намного удобнее, чем с собой на плече. Зарядное устройство беру. Колонка у меня есть еще. Обязательно тоже. Накро будет мне. Сейчас тут все выкрепляю. Селфи-палка. Тут крем у меня сразу лежит. 50 SPF. Это тоже у меня специальный крем. Так. В общем, резинка. Всякая мелочь. Чего у меня тут только нет. Специальные штучки прокладывать в обувь. Чтобы не скользила ножка. Если на размерчик у вас, на полуразмерчика меньше. У меня часто бывает такое, что у меня полразмера. Гуляет слегка нога. И потом не могу нормально носить обувь. Что у меня еще здесь есть? У меня еще есть супер-классная сумка. Вообще, эпидемия. Пазаровская. Я тоже ее очень довольна. Вообще, покупка крутая. Ее можно даже вот просто вот так носить. Очень стильная. Тоже обязательно беру ее с собой. Так. Сумка, сумка. Положу я ее с собой в пакет. Она белая, чтобы она не запачкалась. А может быть, даже и в этот пакет положу. Нет. Этот пакет будет неудобно. Я все время всю раскладываю по пакетикам. Зачем, я не могу понять. Причем пакет с моего любимого магазина. Туба. Там супер-вкусные всякие луку, пахлава. Все-все-все. Кофе. Все только я там сейчас покупаю и привожу. Вот, посмотрите. Если будете в Турции, обязательно обратите внимание. Зайдите в эту кафешку. Вы там не только сможете попробовать, но и купить еще с собой. Вот это то, что вы привезете. И все вам всегда скажут спасибо. А не какую-то труху за один, за два доллара. Пять долларов, пять упаковок вы покупаете. Потом, конечно, вам никто не скажет спасибо за это, потому что это вообще не лукум. Он был сделан, наверное, в 99-м году и до сих пор лежит вот в этих упаковках. Если при вас, конечно, его делают, нарезают, уложат в эту упаковку, это классно, это вообще круто. А если он давно уже там лежал, я вообще... Если честно, я бы даже... Только в первый год, наверное, я лет шесть назад его покупала. Семь даже уже. А потом все. Я когда открыла одну коробку, я потом была просто в шоке. В общем, у меня куча тут мелочей. Кучу надо всего организовать. Еще всякие мои штучки от iHerb. Все надо с собой. А, еще у меня мама выиграла такую классную косметичку. Она такая большая. Я сейчас в нее буду вкладывать все свои вот такие штучки, которые мне необходимы. Тогда я смогу сорганизовать и понять, что уже у меня все в одной сумке собрано. Тут есть еще всякие потайные кармашки. И вот так вот буду собирать и потом положу в чемодан. Так, всякие у меня тут браслетики, резиночки. Блокноты с собой обязательно беру всегда. Каждый год я беру в основном новый блокнот, либо один какой-то из старых, в котором у меня все записи самые важные находятся. И беру с собой. Мыло ручной работы пригодится. Вдруг кому-то может на подарок. Хотя там тоже есть все такое. Там даже круче. Не знаю. Беру. Там посмотрим. Беру для станка такие всякие штучки. В общем, все собираю. Еще одно полотенце. Это у меня для головы вытирать. Еще тут мне нужно заказ небольшой. Сделали стандартно водку, семечки и сигареты. И пару шоколадок Аленка я возьму с собой. Все сюда положу. Еще дополню. У меня здесь зубная щетка, шампунь, чтобы была. Всякие молочко, тоник. Завтра я еще все буду делать, то, что мне нужно. Завтра еду я еще на покраску. Ну, как-то так. Сейчас я это все сорганизую. И здесь мой билет в Анталию. Вот как-то так будет выглядеть все. Вот так и заканчивается мой хаос. И с собой я беру... Да, да, да. Карта мечты. Обязательно я ее возьму с собой. Как-то я ее скручу и положу в чемодан обязательно. И повешу себя там на видном месте. Она должна у меня правильно работать. Я ее не должна оставлять здесь. Я должна ее видеть. Еще обязательно беру с собой папку с документами, которые мне пригодятся и нужны будут. Вот. И все. На этом закрываются чемоданчики. И отправляемся в путь. Вот так и у меня было видео. Вы собрали со мной вместе мои чемоданы. И спасибо вам большое. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Я вам слегка рассказала. И теперь вы уже знаете, что я уезжаю в Анталию. Я надеюсь и буду, конечно, не буду вам обещать, но я буду очень-очень стараться не пропадать и снимать вам видео. А вы под этим видео пока напишите мне, какого формата видео вы бы хотели бы видеть, что вам интересно с Анталией связано, что вам интересно показать, помимо отелей. И я буду очень рада обязательно вам снимать именно по вашей тематике, которая вас очень-очень интересует. Всем спасибо, кто смотрел это видео. Всем до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.